Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наши уроки по недельным главам на основе бесед Любавического Рэбэ из этой замечательной книги. И сегодня недельная глава Китиса. И беседа называется «Скрижали» и «Обломки скрижалей». Этот урок я хотел бы посвятить заслугу души Баруха бен Авраама, который вчера вечером покинул наш мир, к сожалению. И я бы хотел начать еще с очень важного высказывания Любавического Рэбэ, который я услышал вчера тоже. Когда Рэбэ спросили о помощи, один человек спросил Рэбэ о помощи, у которого были проблемы в достижении своих важных целей, и у него не получалось, и он очень переживал. Рэбэ сказал, что важно иметь в виду три главных момента в достижении цели. Это первое, надо быть изначально благодарным Всевышнему за все, что у нас есть уже сейчас. И второе, достигая цель, надо не сдаваться и делать все необходимое, и не отчаиваться никогда. И третье, в достижении цели очень важно делать все с радостью, с большой радостью, без синхет. Тогда это будет гарантия успеха, и это приведет к достижению цели. Кроме того, я бы хотел еще упомянуть здесь высказывания Рэбэ. Рэбэ очень много говорил о разных областях нашей жизни, о семье, о детях, о здоровье в частности. И я хотел бы поделиться с вами тем, что Рэбэ говорит о здоровье тела. Он говорит, что это не, наверное, важно следить за здоровьем нашего тела, потому что в здоровом теле здоровая душа. И это очень важно, нам быть здоровыми, чтобы чувствовать себя хорошо и быть радостными, энергичными. Для того, чтобы исполнять заповедь и учить Тору, и хорошо служить Всевышнему. Давай, Саша, неправильно. Скажите, никогда в жизни не написано так. Не говорят, здоровое тело, здоровый дух. Ни в коем случае. Говорят по-другому. Здоровый дух, здоровое тело. Как нужно быть здоровое тело? И поэтому с помощью духа, здоровый дух, здоровое тело. Через дух мы можем идти, мы можем услышать, можем ходить через дух. И поэтому мы молимся здоровый дух, здоровое тело. Совершенно верно. Я извиняюсь, Саша. Нет, все хорошо. Я сказал, что я буду вам 100% мешать. Что мне больно, я буду мешать. Говори, дорогой, говори. Все. Но самое важное в том, что и то, и другое правильно. Потому что без духа нет тела. Но тело, здоровое тело и радостное тело, оно дает духу в полной мере раскрыться в теле. Конечно. Поэтому надо быть здоровым, надо быть энергичным и делать все для этого, чтобы так было. Дай Бог, чтобы все были здоровы. В нашей недельной главе рассказывается о грехе золотого тельца. В процессе события Тор рассказывает, что когда Маше Робейну увидел тельца, то возгорелся гнев Маше, и он бросил на землю скрижали, которые нес в руках и разбил их у подножия горы. Да, то есть он спускался с горы Синай. Нес скрижали, которые Всевышний дал ему в руки, которые Всевышним были начертаны. И он видит, что евреи за это время сделали что-то очень нехорошее. И он разбивает скрижали. В Талмуде трактата Шаббат рассказывается, что Всевышний восхвалил Маше за его поступок. В Медраше говорится еще больше, что Всевышний сказал Маше Робейну, не жалей первых скрижалей, ведь в них были только десять речений, а на вторых скрижалях, которые я дам тебе, будут и Галахот, законы, и Медраши, и Агадот. Да, то есть сказания и повествования вдвойне для вашего же блага. Ну, мы говорим, мы понимаем, что все возникло, в принципе, еще, все возникло вообще еще даже до сотворения мира. Она сказана, что в Торе есть все обо всем, и о каждом из нас. И все учитано, и написано в Торе уже все события, все уже в Торе есть, и было. И сказано так, что Всевышний творил этот мир, глядя в Тору, как в чертеж, как в архитектурный план. То есть, как бы ничего в Торе нет, и все, Гадот, все рассказы, все эти... Очень интересно, да, вот это мировоззрение, да, то, что сказано, что в Торе что написано, то возникает в мире. Сказано там дерево познания, и оно возникает. Не то, что что-то произошло, как вот в других книгах, да, что-то произошло в жизни, человек описывает события, появляется книга, появляется повествование событий. В Торе совсем иначе. Что в Торе написано? Появляется в мире. Тор-источник. Тора не описание, не книга, не повествование, не историческое сочинение какое-то, а совершенно другая сила, да. На первый взгляд, я надеюсь, что, может быть, это не совсем то, что в том русле, что вы... Ну, просто вот ассоциация такая возникла, да, что, как бы, все представления, это часть Торы, и Всевышнему это уже было все известно до того, как это произошло. Технически, понятно, но там их уже очень много, но скрижали были. На первый взгляд, слова Гмары и Медраша дополняют друг друга. Причина, по которой Всевышний хвалит Моше, что в результате того, что первые скрижали разбились, народ Израилю достоился получить вторые скрижали, где будет еще и Галахот, Медраши и Агадо, то есть более полное, еще что-то, еще больше, больше сразу народ получил. Однако, все же непонятно, почему нельзя было все это поместить сразу в первые скрижали, и почему их нужно было именно разбить. Вопрос. Объясним мы это так, как это объясняет учение хасидизма и мусар, чтобы еврей стал подходящим сосудом для Тора Всевышнего. Он должен быть смиренным и даже приниженным, как мы говорим в конце молитвы Меда. Пусть душа моя повергнется в праг перед каждым, и тогда раскрой мое сердце для Тора Твоей. Надо же, чтобы принять Тору в полной мере, надо было встать на такой уровень, чтобы это захотеть, чтобы это принять в полной мере. Чтобы было какое-то чувство, чтобы была чувствительная душа для восприятия. И после вот этого греха такое было состояние. По этой же причине Тора была дана именно в пустыне, как говорит Гмара. Гмара в трактате Эрувин. Если человек ставит себя на уровень песка в пустыне, который все топчет, то выучено, и им остается у него навечно. При даровании Торы несколько не хватало этого ощущения смиренности и аннулирования себя, поскольку, хотя и сказано, увидел народ и содрогнулся, но с другой стороны и возвысил нас над всеми народами. То есть было чувство и какой-то возвышенной гордости. Поэтому евреям не хватало ощущения, я ничто. Да, это одно из постулатов. Для того, чтобы воспринять что-то, должен быть пустой сосуд. Сказано так, что если стакан наполнен водой, туда невозможно налить еще чего-то. Чтобы поместить что-то в стакан, нужно, чтобы был стакан пустой. Так же и человек, когда человек что-то учит, да, скажем так, чтобы воспринять что-то, если человек приходит и у него свое мнение сразу на какой-то вопрос, он говорит, да, я знаю, вот так, вот так, вот так. Ему тяжело воспринять другую идею. Если он готов послушать, услышать другого, и принять его мнение, и выучить что-то от него, то он обогащается. Если он говорит, да, я это все знаю, ему трудно воспринять новую идею или новый взгляд. Душа моя повергается в прах перед каждым, приводящего к раскроемое сердце для Тора твоей. То есть мы молимся, мы просим, раскроемое сердце для Тора твоей, дай мне принять новое, дай мне узнать. Поэтому в момент дарования Тора, сыны Израиля еще не были достойны получить и Аллахот, Медраши, Агадот, и все безграничные просторы Торы. Только после того, как Машер Абейну разбил скрижали, подчеркнув, я разбил их на ваши глаза, то есть именно на глазах у еврейского народа, чтобы огорчить их и заставить глубоко скорбеть. Тогда евреи стали достойны получить вдвойне для вашего же блага. Аллахот, Медраши, Агадот, то есть Тору в полном объеме. Именно поэтому в ковчеге Завета лежали и целые вторые, и разбитые первые скрижали. Они символизировали собой связь и соединение еврея с Торой. Намек на это, то, что 10 заповедей были выгравированы на скрижали. Ведь обычная надпись делается с помощью чернил и бумаги, двух разных вещей. А выгравированная надпись, это одно целое с камнем. То есть, можно написать на бумаге чернилами, это написано, но оно может стереться. То, что выгравировано, выгравировано, оно имеет связь с материалом, на котором это написано. То есть, часть его. Так и еврей. Он и Тор одно целое, как целые скрижали. Сказано про еврея, что еврей связан с Богом, как выгравированное имя на камне. И еврей, он может уйти от Всевышнего на какое-то время, или не знать, или вырасти так. И вдруг он появляется, как золотая монета, которая была в песке и запылилась. И если ему соприкоснуться с людьми, которые могут ему напомнить, кто он такой, и напомнить его традиции, и учить счастье с ним Тору, то у него в душе загорается эта энергия, которая его с рождения сопровождает. Все равно, что как монета, которую взять щеточкой, очистить от пыли и грязи, промыть ее водичкой, вдруг она засияет, и видно, каждая деталь это монетки. Точно так же это то, что евреи, точно так же можно себе представить, как евреи связаны с Богом. Это все написано, это все закреплено, это все сияет. Надо просто порой счищать пыль. Вот эта шнэйлогог, как выглазная банан, буквы, ее можно прочитать и так, и когда ты повернешь, это чудо, что буквы меняются, и они становятся выговорны. И можно тоже и так читать, и вот так читать. Шнэйлогогог, два вот этих выговорные, вот эти, как его, буквы, буквы на скрижалих. Точно так прочитать, с другой стороны там были разбитые скрижали да то есть мы говорим что что евреи он евреи тора едины да это единое целый как целые скрижали про целых пережали да и с другой стороны там были разбитые скрижали которому широбей на разбил чтобы подчеркнуть что если еврей хочет быть достойным получить всю тору целиком он должен всегда находиться в состоянии смиренности и приниженности а то есть так да лучше входят лучше входят душа моя повергается в прах перед каждым именно тогда раскроется мое сердце для торы твоей на этом заканчивается это сиха да очень интересная мысль до чтобы быть готовым надо вот то что случилось еврейским народом этот грех зато эти лица это то что всевышний хотел чтобы они могли воспринять тору на более высоком глубоком уровне да и кроме того мы шаробей на сказано то что он с одной стороны сказано это как бы другая еще мысль просто вот сейчас вспомнилось хочется об этом тоже сказать что когда он разбил скрижали то это не только было это не так было что он из-за возмущения это сделано он в этот момент спас еврейский народ от наказания это сравнится с тем как как будто бы он принес договор между еврейским народом и всевышним в тот момент когда он увидел что евреи отступили от верного пути он разбивает этот договор и обращается всевышний говорит всевышний ты не можешь наказать не наказывает нету нету пока еще ничего на бумаге не стоит никаких обязательств они ничего не приняли на себя вот тем самым он тем самым он смог выпросить выпросить прощение хорошего дня хорошей недели всем большое спасибо